они у меня были проблемы поэтому я еще здесь я неправильно даже вы глаза не видите ну такое апельсинка с водкой серьезно они так тренд не тестировать косметику на животных но на людях можно тестировать поэтому кёнг решила потестить это просто какашка всем привет это кёнг сейчас я в москве я приехала в космет тут продается сколько косметики у нас больше чем шесть тысяч наименований косметики рядом сидит мужчина а кто ты такой меня зовут Малик я занимаюсь корейской косметикой уже шесть лет наша компания Космарт является дистрибьютором косметики в России и работаем против подделки против контрафакта мы стараемся почистить наш рынок и делать только хорошую косметику один два три четыре пять шесть семь восемь это все бывает в отдельной косметике точно это мы выбрали самую популярную косметику в России которая уже не популярна в Корее а еще на нее есть подделка из Китая бренд Meisel это самый продаваемый на сегодняшний день продукт в России это корейский бренд по уходу за волосами ты тоже его никогда не видела? я не знаю эти косметики правда популярны? вот это номер один вообще кто знает поддержите меня это самый продаваемый патчи за всю историю корейской косметики тональный крем от бренда бейкин паудер номер один и вот это вот наверное тоже мы знаем самая популярная сыворотка давай тогда начинаем скажи кстати в Корее вообще пользуется крем для глаз я не видела подружку которая пользуется патчка для глаз а раньше пользовались? мы знаем что патчка существует но так как мы предпочитаем крем для глаз в Корее не так сильно переживаем мы наоборот рисуем подушку под глазами вот из-за этого я не знала что в России так популярно у нас есть мнение в России что все корейские женщины с утра утра начинают спать под глазами чтобы быть красивыми свежими это кто так придумал кореянку блин я кореянка я читаю корейский язык и я знаю грамматику хорошо но все корейский язык это то же самое а скажи пожалуйста как ты отличался как они хорошо повторяют да они очень хорошо повторяют и я знаю что у нас оригинал и когда я пошел покупать я нашел вот этого там за 200 рублей это сколько стоит? около 1000 рублей в 5 раз дороже откроем почему такой опухленный? вот эта подделка да у нас это оригинал да я боюсь что если я трогаю будет очень бредно для здоровья сейчас кальмар вылезнет аааа очень очень странно а это какой то кальмар ребята смотрите Если посмотри, смотри, вот тут, смотри, смотри, есть какой-то жёлтый следы, жёлтые следы, поэтому я просто переживаю, что там, если переменные люди или дети пользуются, тогда что будет, я вообще не доверяю. Сильно отличается, тут очень прожрачный и чистый, а тут вообще они просто как жидкости положили, конечно, есть разница, вот это немножко более твёрдый, я много раз рекламировала лопатка для глаз, и я обычно вот так, подтягиваю, да? Это фейк. О, вот, смотрите, это просто как жёлтый, медуза, да, а если это, не правда, очень твёрдый. Кёнка, как профессиональный телешоп. Ребята, если сейчас покупаете, то мы там 300, 990, это будет так опасно, если люди пользуются потерянной косметикой. Я не уверен, что можно от неё умереть, но очень много случаев, когда наши клиенты приходят к нам и говорят, там, я купила там в интернете, у меня раздражение, корейская косметика мне не подходит. Но это обидно, представляете, мы столько лет работаем, они говорят, всё, ну-ну-ну, корейская косметика для меня вообще не подходит. Поэтому мы очень-очень злые на этих... Конечно, короче, в России много было потерянной косметики? Да, к сожалению, с развитием интернета сейчас её всё больше, потому что контроля нету, никто не проверяет, люди хотят как можно дешевле цену. Многие пользуются вот этим патчем, они даже не знают, что это подделка. Я бы тоже не заметила. Серьёзно. Да, ты бы не заметила, пока у тебя не было проблем. Я думала до этого, что косметика, которая написана неправильно на корейском языке. Только эта подделка косметика. Правда, я с упаковкой вот так не могу сработать. Посмотрите и скажите, пожалуйста, что из них подделка. Три, два, один, тэнь. Я тоже не могу отличать. Это просто офигенно, хорошо повторяли, какие большие молодцы. Фармстей, я знаю, в России очень популярная, но в Корее нигде не видела такую косметику. Поэтому я набрала в интернете Фармстей жить на даче. Садовники. Да, дети копают, там помидоры. Насколько это популярная косметика? Фармстей довольно-таки давно на рынке в России. Он набирает очень хорошую популярность за счет того, что у них большая линейка. Хорошая упаковка, красивая и дешевая цена. Я не знаю, как внутри вот по эффективности, но упаковка, цена очень хорошо себя выдают. Поэтому продается нормально. Я слышал, что в Корее он не популярный. Это что-то на рынке. Я думаю, где-то находится. Мы скажем, это оригинальная косметика, да? В Корейском языке тоже самое. Оригинал так показывает. Я думала, это невозможно копировать. Оказывается, подчиненная косметика будет QR-код. Более того, когда я покупал уже, да, это было новое. Да, это старая упаковка. Сейчас уже есть подделка вот с этими штуками. Поэтому они очень быстро делают подделку. Я знаю, что коробка может отличаться, потому что каждый раз на ранном заводе. Поэтому первым делом, что мы сделали, мы открыли внутри и начали нюхать, поняли, что это разные продукты. На самом деле, я никогда не видела внутри. Вот это вот оригинал, это подделка. Я не хочу портить мою руку. Лично самое качественное выглядит вот это. Это есть оригинал. Это оригинал, да? Это так выглядит. Я думаю, что вот это должно быть внутри, но вылезло, видишь, вот это. Если чуть-чуть копейку добавляете, вы могли приклеить нормально. Внутри отличается. Очень мутная. А вот это очень прозрачная. Вау, так сильно отличается, да? Ммм, запах тоже. Я понимаю, почему в России это популярно. Почему? Потому что такой текстер любит русский. Да, это оригинальная косметика. Давай мы на что-нибудь сушим. Давайте потестируем, потестируем. Оригинальная косметика тестим на Кёнхе, а все, что не оригинал, можно тестить дома. Давай, давай. Добрый корейский блогер приехал к нам в гости. Блин, очень не чистый. Спасибо. Сори. Я бы... Мне кажется, она больше жирная. Ооо, да. Много раз надо что-то вот так вот так вот вытирать, а потом... Ооо. Как духи. Да, с этим надо стирать одежду. Ооо, они совершенно то же самое, поэтому если я не открою внутри, я не могу отличать. Это бренд не тестировать косметику на животных, но на людях можно тестировать, поэтому Кёнхе решила потестировать. Давай, тогда второй, а у меня интересно. Скажи, пожалуйста, что за эта косметика? Это бренд Масил, он уже два года очень активно развивается в Россию. Мы на тот момент были первые, кто его привез, а сейчас он просто продается везде. Это сумасшедшая косметика, за неплохие деньги, классно волосы приводить в порядок. Ты обманиваешь меня или правда это в России популярно? Я тебе говорю, Напомню, Сиосин, мы всегда привозим этот бренд и он всегда sold out. Я вообще никогда не видела такая косметика. Масиль, это значит прогулка, когда дедушки там гуляют. Давай пойдем в Масиль, это значит давай чуть-чуть прогулка. Это у нас слева оригинал, вот здесь вот у нас справа это подделка. Я вообще, вообще, видишь, как это очень сложно отличить. Если не иметь оригинал в руках, всю подделку очень сложно отличить. Блин, так только я открыла, просто я посмотрела сзади, что написано на корейском языке, но этот адрес реально существует, рядом с моим домом они производили. Как только я открыла косметику, я сразу могу отличать, что оригинал или подделка. Вот, если оригинальная косметика, так и ровнее, а то посмотрите, как печенье делали. О, вот так. О, еще, какие они жадные. Вот так много объема они положили, они чуть-чуть как-то. Серьезно, они так... Грубо, некрасиво, неаккуратно. Блин, я объясню всю ситуацию, смотрите. Когда китайская подделка продается, им важно, чтобы вот здесь вот, вот так вот выглядело как оригинал. Когда ты купила и отдала деньги, им все равно, что внутри там. Им вот это вот им не важно. А теперь представь, что внутри они кладут. Я очень боюсь, что люди покупают подчинную косметику в интернете. Там люди смотрят, там покупают, о, это очень дешевая цена, поэтому я покупаю. Потому что это корейская косметика. Да, это обидно. Да, обидно, да. У нас есть бумага. Сразу видно, что это очень плохо делало. Они очень некрасиво делали. Это маска для волос, да? Да, маска для волос. Оранжевый вкус. Ну, такое, апельсинка с водкой. А, это, блин, я боюсь понюхать. Сейчас она мне предложит. Да? Давай понюхай, это вкусная водка. Пахнет хинкали мои руки. Запах? Запах нету? Нету запаха. Ну вот, если ты покапаешь здесь. Посмотри, она больше... Вот это жидкая, смотри какая. А вот это она как гель чуть-чуть. Ооо, это просто масло. Ну, что-то такое, да. Какая-то силикон масло. Я не знаю, что это. Блин, как... Оттуда пузыри такие. Да, да, к волосам ничего хорошего от этого не будет точно. Это, я думаю, очень опасно будет. Но пока маски. А у нас есть... Это как называется? Innof. Innof. От Innof очень популярная патчка для носа. У нас такого вообще в принципе в России продукт, как в патче для носа от бренда Innof не представлено. Думаю, в России не популярно, а зато у нас вообще никто не знает. Давай так, ты вот смотри сама сначала на вот этих прям две бутылки. И подумай, посмотри цвет, качество, печати. Ну, все очень-очень похоже. Они все то же самое написано, да. Посмотрим, а что из них патчетка. Потому что я реально не могу отвечать. Пока я не знаю, потом Маляк будет говорить, что из них патчетка. Окей. Это 21 тонн. У вас в Корее так же вы сможете? 21 тонн, 13 тонн. Да, у нас в Корее 13 тонн. Это самый белый, 21 тонн. Это средний, 23 тонн. Это самый темный, я самая темная. О, я думаю, это оригинал. Правильно. Потому что, как я чувствую, обычно корейский бибикрем, это немножко густой. А вот это просто жидкости, как будто много краски. Да. А, это сколько стоит оригинал? Ну, где-то 600-700 рублей розницы. Это не очень дорого. А он поэтому популярный, потому что целая банка 100 миллилитров и всего лишь 600 рублей стоит. О, боже. А это сколько стоит? Это, наверное, рублей 250-300. 300 рублей. То есть, по сути, клиент, покупая вот это, сэкономит 200 рублей. Но, представляете, она мажет, сколько это? Это, наверное, на 3 месяца хватит. Да? Да. Каждый день вы мажете свое лицо, что-то там внутри, чего непонятно что. И целый день с этим ходите. Когда мы наносим бибикрем, тогда как минимум 7 часов, 10 часов даже. А если каждый день это будет кожей накопиться, тогда, конечно, это очень-очень вредно будет. Обратите внимание, Кёнхи даже не хочет тестировать. Понимаете? Она даже тестировать на мне дает, потому что она боится это тестировать. Как можно с этим ходить со временем? Да, да. Я очень боюсь даже потрогать, потому что я знаю, что насколько подтянутая косметика опасная. Даже в глазах видите, цвет тоже сильно отличается, еще текстура. Enough, bye-bye. Enough, bye-bye. Ой, sorry, sorry. Я нашла такую подтянутую пачку, тут я елобен. Я спрашивала у Марика, что это значит, но он сказал ничего нет. Это, наверное, имя хозяина завода китайского какого-то, который решил поставить свое имя на пачку. Да. А это у тебя в магазине продается, да? Да, это вообще очень много продается. А можно я скажу честно? Ну, давай попробуем. А что ты хочешь сказать? А ты будешь не будешь запечатать? Я все им говорю всегда честно, они знают. В нем есть 5 или 7 вредных ингредиентов для переменных женщин и детям вообще нельзя. А я слышал такую уже теорию. И пока многие пользуются, но я уверен, что чем больше будешь рассказывать про такое, и будешь там рассказывать про другую косметику, тем быстрее мы перестанем это делать. Я за вас. Да, Валик очень честный человек. И даже на этом мы нашли подделку. Да. Если подделка косметика, это просто какашка, говно. Поэтому... Что это? Я думаю, это оригинальная косметика. Я неправильно указала. Да, вот это оригинал. Да. Но я думаю, упаковка это дело такое очень простое. Хорошо? Хорошо. Одного вида. Вот с этой стороны. Вот давай, отгадай. Что оригинал, что подделка? Конечно, это оригинал. Ну, правильно. Да. Слишком очевидно, да? Да. Блин. Это слишком плохо написано. Если они хотят повторять, надо нормально копировать и повторять. Тут много пустых мест. Торопились. Смотрите. Я думаю, это люди тоже будут отличаться. Нет. К сожалению, люди вообще не обращают на это внимание. Да. Если вы смотрите, ну как, буква или где находятся картинки, я думаю, вы сразу можете отличаться. Коктейная косметика, откроем. Это крем для глаз просто. Оригинальная косметика. Да. Запах нет. А, нет тоже запах. Очень большая разница. Очень большая разница. Да, я чувствую, тут маленькие шарики. Сода. Да. А тут просто крем. Да. А, нет. Я не очень, наверное, трогаю. А, да. Но тут песок намного больше. Если вы будете пользоваться, ваша кожа вредит. Нет. Нет. О, ребята, я посмотрела по-другому косметику у Малека. И, честно, я сама могу в щеке. От корейского буквы или корейской буквы? Корейских букв. Я думала, через упаковки и от корейских букв я могу отличать, но я совсем неправильно думала. Если вы не откроете, если вы сама не тестируете, тогда не способ отличать. О, Малек, спасибо большое, что ты показал мне, честно сказал. Спасибо, что приехала. Я с радостью буду подсказывать. Если нужна будет какая-то моя помощь, обращайся. Я буду продолжать это дело. Ты видела, у нас целая коллекция поддельной косметики есть. Вон там. И мы ее постоянно пополняем. Мы ищем везде. Очень, очень важно, откуда вы ее покупаете. Смотрите, ищите проверенных только магазин. Тогда я оставлю ссылку, инстаграм-космарт. Обязательно туда посмотрите, пожалуйста. Тогда мы поехали. Пока, ангелина. Это я рекламировала 6 лет назад. Наш бренд, это первый наш эксклюзивный бренд, с кем мы работаем. Он очень молодой, они только-только начали в Корее. Клаб. Клаб и текин. Для моего кожи. Клаб. Это русский компания. Русский компания? Я имею в виду, это не, они корренды, но я знаю, что они из-за этого функционал. Это реально корренды, но и не селена. Не селена. Нет, никто не инвестит в маркетинге, поэтому они не селены. Например, Аэши, может быть, в Корея, Аксинь. Абвилан, да. Это Саник, я думаю, это русская компания. Да, я думаю, да. Я думаю, что это, да. Это у тебя любимый жигур. Это не мой любимый. Это, я не знаю, для моей кожи. Некоторые люди используют это, но не очень известный жигур. Да. Окей, это еще один жигур. О, нет. Они были проблемы, вы знаете. Это почему они еще здесь. Мой корейский парень, она вложила видео. О, я не знаю. Бармстей. Бармстей! Да, вы видите, это покупает. Бармстей. 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 Бармстей.